Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. Как говорят, не дня без тревоги. Сейчас на часах у нас 16... 16... Сейчас на часах у нас 16.10. И по Киеву, по Украине даже, я бы сказал, по витрине на тревога, сирена. Злит МИГ-31, носи на звукового кинжалу. Я себе сидел тут загорал, никого не трогал. На заднем плане где-то сирена. Дозаписывал видео с эпицентра. Кстати, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, как я там ходил, смотрел продукты в строительном магазине на минуточку. Ссылка будет под видео или во вспающей подсказке. А сейчас, раз такое дело, я пройдусь по рынку и посмотрю, а что там творится во время воздушной тревоги. И в принципе, посмотрим людей, настроение, кто как, что себя ведет, закрывается, не закрывается. Это рынок на метро лесной. Погнали? Погнали! В целом, как вы видите, посмотрите на мою светлую рожу, потому что солнце светит прямо в глаз. В целом, погода на сегодняшний день за окном 19 марта. Солнце, солнечная погода, все четко, все тепло, я даже без шапки. Что вам сказать? В целом, вот эти тревоги, даже если они не несут никакой угрозы, а взлет мигов, это, скажем так, для Украины, это обыденное дело. Неудобство для людей. То есть, как минимум, останавливается общественный транспорт, как минимум, останавливается метро. Это приносит, доставляет неудобства людям. Переходим на противоположный конец. Дороги на противоположную сторону. Как видите, цветочники продолжают работать, никто ничего не закрывается. В подземном переходе, этот подземный переход, он, в принципе, ну, как некое укрытие, да, для людей. Потому что вблизи тут особо нету, тут все открытые рынки, все на поверхности. Через сколько тревогу снимут, никто не знает. Это может быть и 10 минут, это может быть и полчаса, это может быть и час, может быть и два часа. В зависимости от обстановки. Были пуски, не были пуски. Была дозаправка, не была дозаправка. Эти люди стоят, просто ждут. Вот нужно вам с лесной, допустим, да, доехать куда-то на правый берег. Ну, можно с пересадками, с перекладными, с несколькими маршрутками. Ну, каждый выбирает себе свое. Кому-то удобнее сразу сесть на метро и за 8 гривен доехать. Друзья, вот так вот выглядит метро, точнее, вход в метро, да, пока люди стоят, ждут, когда снимут тревогу. С каждой минуты людей становится все больше и больше, потому что метро было, есть и будет, и остается наиболее удобным транспортом. Ну, люди стоят, ждут. Кто-то прямо возле двери, ожидая, что через минуту-две откроется, снимут воздушную тревогу и откроются двери. Кто-то под стеночками, но все стоят, ждут. Кто-то не выдерживает, уходит, видимо, на маршрутку. Такая ситуация. Паша пишет. Это они приглашают, да? Приглашают, да. Ну, я не знаю, что это такое, личность, как это. Ну, это христианское. Угу, угу. Сейчас посмотрим. Удобно, пока люди стоят, ждут. Можно почитать программу. Программа есть. О, сняли тревогу. Сняли тревогу. Минут, наверное, 15 было. Люди вот... Идут к ходу в метро. Удивительно, когда при снятии тревоги снова включают сирену. Какой-то нонсенс. Посмотрите, сколько людей. Ну, повезло, что было только минут 15-20 тревога. Сейчас откроют, и все ломанутся. Мы подождем, чуток подождем. Это у нас базар на лесной, рынок на лесной. Кстати, этот... На этом рынке мы уже были с вами. Посмотрите видео. Судя по просмотрам, оно вам понравилось. Ссылочку оставлю внизу под видео или в описании. Тревога, напомню. Воздущая тревога. Люди... Ну, я не вижу, чтобы они как-то реагировали. Все покупают. Все продают. Люди идут. Кто-то просто проходит мимо. Кто-то с кулечками. Кто-то обедает. Магазины работают. И закрываются. Вообще, вот я заметил, что в Киеве закрываются во время воздушной тревоги очень мало. То есть, это или какие-то торговые центры, и то не все, или какие-то крупные торговые сетевые магазины, хотя тоже, опять же, не все. Например, Новус, он не закрывается. Ашан, ну, там типа объявляют, но он тоже не закрывается. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. У нас есть хачапури 75. Это что у нас такое? Жульен. Жульен. Хачапури еще есть 75. Это хачапури грибы и курица 75. Вот такой вот лаваш 35. Что у нас еще есть? Хачапури сыр, мясо 75 тоже. Кубдари с мясом. Это, кстати, все готовят тут. И хачапури по-эмеритински с сыром 75. Там же и готовят очень удобная локация, очень удобная точка, потому что люди, когда проходят мимо, да, идут, допустим, на работу или с метро на работу, то они тут проходят и это все дело закупают. Вот тут вот готовят гриль. Курицы на гриле. Посмотрите, как аппетитно это выглядит, как аппетитно крутится верхняя штука. И тут можно посмотреть, что продают и какие цены. Давайте заглянем, посмотрим. Так, качка у нас 100 грамм 32,50. Сверху рис с овощами за 100 грамм 15,50. Ну, в принципе, все видите, да, гречка 100 грамм 15,50. Круче. Гарниры по 15,50. Салат оливье 25,50. Сметана 12,90. А, вот курица. Вот, смотрите. Половина курицы гриль 22 за 100 грамм. В целом выглядит аппетитно. И котлетки есть, и салатики есть. Все есть. Оливье, оливье, вот такие вот котлетки, рыбка, филе, мойло. Все выглядит аппетитно. Цены, поставьте на паузу, вот посмотрите цены. Борщ 100 грамм 15 гривен. То есть, борщ, допустим, да, давайте округлим. Если борщ 15 гривен, допустим, мы берем 300 грамм борща. Да, это у нас выходит 45 гривен, 45 гривен, 100 грамм, 300 грамм борща. Это нормальная тарелка. Это, в принципе, дешево. Это шара, мне кажется. Вот тут, вот я не знаю почему, но тут постоянно выстраивается очередь. Вот в этом Turkish Kebab House, в любое время недели, в любой день недели, тут выстраивается очередь. Turkish Kebab House. Я не знаю, наверное, только тогда, когда закрывается, очередь пропадает. Вот нигде, вот посмотрите, мы с вами прошли, нигде нету никаких очередей. Только вот в этом Turkish House. Чернослив, вот я, кстати, был только что на рынке. Чернослив, такая же цена, 120 гривен. Сушка 50 гривен. Изюмчик 260, 160, 90. Инжир 300. Кешью 380. Так, друзья, вот зашел в магазинчик посмотреть и свернул с центральной аллеи. Вот смотрите, цены. Сосиски филейные 133 гривны. Сосиски дитячие 169 гривен. Сосиски 165 гривен. Тылячие, да? 165 гривен. Швейцарские с сыром. 165 за килограмм. Свершкамы. 123. Так, навалено, навалено, знаете, по-европейски. Кто был в Европе, захаживал в магазинчики, знает, как там, не любят все раскладывать. Детская колбаска. Посмотрите размерчик. Посмотрите размер. Колбаса. 151 гривна. Вот этот кусок, например, да? Он потянет на 102 гривны. 102 гривны, тут 680 грамм. Мыслывский. О, может взять. 165 гривен за килограмм. Тут такие размеры, капец. Посмотрите, посмотрите размер. Больше, чем моя рука. Смотрите, по локоть. 217 гривен. 217 гривен. Салями. Салями 172 гривны. Вот такая вот колбаска. Сервелат 264. Сервелат. А кто производитель, интересно? Место Богодухи в Харкевской области. А это что такое? Паштет печеночный. 42 гривны. Вот эта штука. А за килограмм 97. Чипсы. 757. Это потянет на 93 гривны. Капусточка. Пыльюстки 42 за 400 грамм. Такая капуста 35 за 500 грамм. Майонез. Майонез 300 грамм. 40 гривен. Посоледать. 82. Вот так вот оно у нас выглядит в олии. И это у нас за 300 грамм. Мойва. Это шпроты. Вот мойва. Вот эта штука стоит 61 гривна. Кто прогуливается, кто сидит, кто загорает, кто идет домой. Ну, такого какой-то паники, да, какого-то, какой-то беготни, бегом-бегом. Воздушная тревога я, честно говоря, не вижу. Цены. Шурпа 90 гривен. Стандартный кофте у булцы 150 гривен. Бургер яловичина 160. Курка 150 гривен. Борщ 80 гривен. Кстати, вообще, я бы даже не сказал, что по богатому, да, там, или еще как-то. Обычная цена обычных этих, обычных блюд. Так, тут у нас, вам, наверное, отсвечит, но озвучу. Креветка королевская 550 гривен. Вот такая вот здоровенная. Вот против солнца стану. 550 гривен. Есть фарш лосося 150 гривен. Есть креветка вареная 350. Лангусты без головы 600. Сенга Ахалоджина стейк 700 гривен. Давайте посмотрим, в какую цену у нас красная икра. Красная икра форель 2000. Это сколько? 500 грамм. Килограмм. Икранеты 2500. То есть, за 500 грамм 2000 гривен за красную икру. Из мясного. Из мясного. Сосисочки есть. Сосиски. Филейни. Кроха. Яловичи. 119. Это что у нас? Ковбаски мыслойские. 210 за килограмм. Колбаска. Колбаска такая вот. 75. Сервилат 91. Шварцвальдска 63. Не знаю, сколько тут. Полкило, наверное, где-то. И салями 62. Ликорская колбаса, смотрите, 88, 144 это за килограмм, 148, 138. Ну, короче, средняя цена ликорской вы увидели. Груши. Интересно, сколько груши? Вот, когда нужно. А подскажите, груша в какой цене? 70. Это ж вяленая, да, она? Сушен? Копчен. 70 гривен груши. Обыскался, для узвара нужна была груша, обыскался ни в одном магазине, нету сушеной, а тем более вяленой груши. Это, кстати, сушка для узвара сразу 70 гривен яблочки. Искал, 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 в итоге забил на поиски и заказал сушеную вяленую грушу на минуточку из Львова. Прикиньте, в Киеве вяленой груши нету, копченой. Заказал из Львова. Друзья, вот так обстоят дела на базаре на лесной. Рынок, базар, не знаю, как он правильно называется. Базар на лесной он называется. Вот название, видите. Беготни нету. Лотки все открыты. Ни у кого ролеты не закрыты. Я не увидел ни одного места, которое бы закрылось. Воздушная тревога в Киеве. Если вам интересен мой контент, оцените его пальцем вверх, оцените его комментом, напишите в комментариях, что вы думаете, в принципе, про цены, которые вы только что увидели в этом недлинном ролике. Ну и подписка, потому что подписка помогает развитию канала. До новых встреч, на художеств, всем пока. Продолжение следует...